Сегодня всем передаем привет из Гетингенского леса, который находится под городом Гетинген в земле Нижней Саксонии. А едем мы сюда посмотреть на башню Бисмарка. От нас, где мы сейчас проживаем, это буквально 20 минут езды. Мы, как всегда, едем по навигатору, и вот дорога свернула в лес. Но мы уже едем, наверное, больше пяти минут, но нам навстречу не попалось ни одной машины, и за нами никто не едет. Не могу сказать, что мы стали сомневаться, потому что не в таких лесах мы уже видели и замки, и башни в Германии. Но, но, вот увидели впереди поворот направо с горки и табличку, на которой было написано «Бисмарк Турм», башня Бисмарка. Мы решили свернуть. Но как только свернули, так сразу и поняли, что там уж тем более машины не ездят, на машинах не ездят. Сдали назад. Впереди, к счастью, увидели машины. Это, казалось, автостоянка. Доехали до автостоянки, оставили машину и пошли вперед пешком. Вот здесь тоже указатели «Цом Бисмарк Турм», и сказано 650 метров. И очень хорошее объявление, я здесь прочитала. Хорошо, что не приехали в это место на прошлой неделе, потому что в башне шли строительные работы и башня была закрыта. А мы идем по такой широкой дороге, таким красивым, чудесным, зеленым лесом с высокими, стройными. Посмотрите, как стрела деревьями. Мне сказали, что это бук. Мне кажется, они не только уходят в небо. Они продырявили небо и растут дальше. Честное слово, очень высокие деревья. А птицы поют, просто заливаются. Да и видно по зелени, по зелени, что солнце даже сквозь такую густую листву пробирается. По пути увидели здание любительская астрономическая ассоциация, город Гюттинген. И на стене этого здания часы. Написано «Точное местное время». Вот такие солнечные часы. Сейчас приближу и посмотрим поближе. Вот они, какие эти часы. Не могу сказать, что вижу первый раз, где-то видела. Но вот где точно, не знаю. Но вот и здесь, в лесах Гюттингена, увидели такие часы. А это на стволе дерева увидели силуэт башни и стрелку. Для тех, кто сомневается, в том ли направлении идут. Мы не сомневаемся, но идем медленно, но уверенно. И здесь очень много и направо, и налево всяких тропинок, на которые так и хочется свернуть и поискать грибы. Интересно, растут здесь грибы или нет. Но мы почти уже подошли к башне. Он виден из-за деревьев, силуэт этой башни впереди. Сейчас за поворот, и башня будет у нас как на ладони. Это вот арка, которая нас приветствует. Да, здесь можно посидеть, прикинуть, сколько лет тому назад эта башня была построена. Первый камень, фундамент этой башни был заложен в 1892 году. Конечно же, после одобрения проекта канцлером Отто фон Бисмарком. Вот эта башня, которую мы уже видим. Она состоит из двух башен, которые плотно прилегают друг к другу. Одна шестигранная, вот она на переднем плане. Ее высота 21 метр. И круглая винтовая, лестничная. Она высотой 31 метр. Мы приобретаем билет. Билет стоит 2 евро. И идем смотреть башню. Будем подниматься по лестнице наверх. Вот такие двери. И указатель. Поднимаемся наверх. Здесь всего от низа до верха 170 ступеней. Я считала. Как всегда, я посчитала. И вот по винтовой лестнице поднимаемся наверх. Видим окна. Глухие окна. Они не открываются. Вот здесь окна не открываются. Видно. И поднимаясь все выше и выше, открываем дверь и оказываемся вот в таком помещении. А это комната на втором этаже. Комната памяти железного канцлера Отто фон Бисмарка. И здесь как раз можно увидеть таблички с именами тех людей, которые вносили пожертвования на строительство этой башни. Вон их сколько здесь. Очень много. Здесь же мы видим бюст. Бюст Бисмарку. Немцы так высоко ценили знаменитого первого канцлера. И так хотели подчеркнуть величие своей страны в тот период, когда он руководил. Что башне этой дали имя Бисмарка. Отто фон Бисмарка. А вот мы дошли и до первой смотровой площадки шестигранной башни. Вот она такая площадка на высоте 21 метр. Эта площадка находится и уже с нее открывается прекрасный вид. Здесь вот видно, да, я уже сказала, что она стоит на холме на горе Клепенберг. Вот раньше, когда велось строительство, эта гора, конечно же, еще не обросла деревьями. А сейчас здесь просто густой лес, зеленая сплошная шапка. И даже видно, вот чуть-чуть, и можно дотронуться до верхушек этих деревьев. Вот такой прекрасный вид открывается на город, на леса, на горы. Вон видно, что сосна вся с молодыми шишками. И вон там, внизу-внизу основание этой башни. Вот такая красота. Шла и увидела, что не все окна глухие. Вот здесь есть засох. Попробовала, работает или нет. Работает. Открыла. Выглянула. Посмотрела на молодые шишки. Еще зеленые. Вон какой ветер на высоте. И поднимаемся дальше. Потому что вверху, на высоте 31 метр, есть еще одна смотровая площадка. Вот здесь уже видим крышу. Видим крышу этой круглой лестничной башни. И уже совсем светло-светло. И вот уже выходим на вторую смотровую площадку. На высоте 31 метр. Она меньше, но зато эту башню можно обойти по кругу. Вот эту саму лестницу можно обойти по кругу. И вот уже с этой высоты открывается еще более чудесный вид. Просто дух захватывает. Здесь можно увидеть обширное горное плато Гюттингенского леса на востоке. Горы Айсфельд и горы Верра на юге. Горы Везер на западе и Харнс на севере. Вот такая красота. Полюбовавшись, спускаемся вниз. Не удержалась. Не удержалась. Посмотрела на эту дверную ручку. Подержала в руках. И вот мы уже внизу спустились. Посмотрели на башню. На красоты, которые открываются с этой башни. И всем говорим до свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!